Приветствую всех. В прошлый раз мы остановились в начале страницы 146 Стефануса. 146 А. Одно из предварительных выяснений, что такое эпистемия, достигнуто согласие, что эпистемия – это то же самое, что София означает одно и то же. Но это, конечно, Сократа не удовлетворяет, не дает ответа именно на тот главный вопрос, который его интересует. Это не поиски синонимов, а именно ответ на классический сократический тип вопроса – ТСТ. Чудка точного определения, что есть знания. ТСТ. Эпистемия. И это 146 А. Вот что говорит Сократ здесь. Вот по поводу чего я испытываю недоумение или трудность. Апория. Апоро. И что я сам удовлетворительно, фиконос, в достаточной мере не могу буквально схватить лабейн, то есть постичь, не могу дать точное определение. Эпистемия. 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 Типа. Тетюханы. Он. Что вот это такое есть? Эпистемия. Что есть знания? Что вы скажете? Кто из нас ответит первым? Дальше определяются правила игры с аналогией, с такой иронической аналогией с детской игрой в мяч. Кто ошибется, очевидно, с коннотацией промахнется, и каждый раз, как кто-то будет ошибаться или промахиваться, тот будет сидеть как осел, как говорят дети, играющие в мяч. А кто справится безошибочно или буквально победит или генета безошибочно, тот будет над нами царем, басилевсой. И тот будет повелевать нам отвечать на любые вопросы, какие только он пожелает. Очень интересная здесь метафорическая аналогия, терминология из детской игры, в которой проигравший, промахнувшийся назначается ослом и будет сидеть, сидеть как осел на месте. А победитель будет называться басилевс, будет называться царем, и нам придется всем тогда отвечать на его вопросы. К этому месту интересные дают пояснения схоли, византийские схоли, которые нередко восходят к античным или к позднеантичным схолям, и которые, в свою очередь, могут восходить к каким-то гриманифическим комментариям грамматиков. Схоли содержит огромное количество, ну, не все, конечно, есть более древние, есть схоли не такие цены, но схоли к Аристофану является бесценным источником по разным вопросам, в том числе, вообще для истории греческого быта, обычаев, специфической терминологии и так далее. Или схоли к Гомеру, я уже не говорю про схоли к Гомеру. В данном случае схоли объясняют, это выражение из детской игры, в которой победители называли басилейс, и то, что они приказывали, то другие должны были исполнять. А проигравших называли аслами, тус хету менус онус. Это есть ведь даже у Горацио в посланиях от Пуэри, и лудентес, рекс, эрис, ают, та же самая временная терминология, играя, если ты выигрываешь, то ты будешь царем. И была даже поговорка, либо царь, либо осел. То есть, либо выигрываешь, либо ты проигрываешь. Это очень интересный, и тоже, чем еще интересен этот термин, где он еще встречается в философских текстах. Знаменитый фрагмент Гераклита, фрагмент B52 по Тельсу, про Айона. Айон – персонификация бога времени. Айон – дитя играющее, Пайсости Пайтсон, Пэссевен, играет в игру, которая, древняя игра, аналогичная современным нардам, от которых восходит современные нарды, или тавлея древнерусская. Там призовой бросок, при котором кости выпадали с наибольшими значениями, с шестерками, но поскольку в кубике самая большая, самая ценная грань была шестерка, и на противоположном конце единица, как мы знаем, то вот несколько шестерок, очевидно, этот бросок назывался басилевс. Вообще существовали самые разные термины, очень забавные, некоторые для разных бросков. Например, я вспоминаю, был бросок, который назывался именем поэта Эврипид, потому что Эврипидес понимался буквально от Эврипта. Хорошо бросают, то есть это бросок вышел Эврипид. И самый лучший бросок был басилевс. Я, по-моему, уже упоминал, что у Гераклита, возможно, тут содержался намек, либо гераклитовский намек, либо потом в это читали комментаторы, извлекли отсюда вот этот доксографикум о том, что по Гераклиту век, жизненный цикл или айона, или это 30 лет, и что человек может стать дедом в 30 лет. Но у Гераклита, там говорится, басилевс, опять же, это выигрышный бросок. А проигрышный бросок в костях назывался не осел, как здесь в игре в мяч, а назывался собака. Собака. Кюн. Ну, по-видимому, аналогично вот по похожему как бы грубому русскому выражению тоже, которое используется как такое слово с негативной, скажем, эмоциональной семантикой. Басилевс. И дальше... Так, сейчас, минуточку. Что вы молчите, говорит Сократ. Я надеюсь, Феодор, что я под действием моей страсти к диспутам... Здесь очень интересный пример употребления слова филология. Буквально это любовь к логусам, в данном случае, это любовь к возражениям, к аргументам, к дискуссиям, к спорам. То я в тест сейчас... Филология с агроэкидзумой. Значит, Сократ иронически просит прощения. С моей страстью к диспутам не покажусь вам агроэкидзуманес. Ну, я бы перевел агроэкидзуманом здесь как бестактный, может быть, или даже скорее настырный. В моем желании побудить вас к диалогу и к достижению примирительного согласия между собой. Агроэкидзуманес. Агроэкидзуманес очень интересная также семантика, семантическая история этих понятий самой оппозиции в греческом языке. Не специальная философская терминология. Конечно, это была в общем такая общая языковая практика. Агроэкос. Агроэкос, как шутя называет себя здесь Сократ. Ну, агроэкидзуманес это человек, который ведет себя как агроэкос. Агроэкос буквально деревенский, то есть как бы неотесанная деревенщина. И в греческом обычном узусе агроэкос противопоставлялся человеку утонченному с хорошими манерами. Это назывался астеюс, то есть человек из астио, из города. Астеюс потом означало также человека остроумного, умеющего выражаться тонко, изысканно в противоположность неотесанной деревенщине. В данном случае неотесанность Сократа очевидно заключается в его напорисности, что он не оставляет их в покое собеседников и все время возвращается вот к этому самому вопросу. Он желает услышать точное определение или заставить размышлять о том, что точно означает эпистемия. Интересно, английские переводчики переводят здесь это агроэкидзоменес переводят как илменед, как человек с дурными манерами. То есть человек, который ведет себя не как джентльмен, человек грубый агроэкосовый. Тогда как под этой мнимой грубоватостью, напористостью скрывается всего его желание протеумия Сократа заставить всех диалегистой склонить к критическому договору, результатом которого будет то, что все подружатся. Филус кай просе горус а лелус гигнесты. То есть Сократ объясняет, почему не надо видеть в его словах какой-то грубой напористости, потому что намерение его прямо противоположное. Он хочет достичь согласия в споре и тем самым всех примирить. Феодор отвечает Сократу никоим образом, ни в коем случае Сократ такое желание нельзя считать грубоватым или настырным. Поэтому вели одному из подростков отвечать на твои вопросы. Я же не привык к такого рода дискуссиям, диалекту, а в моем возрасте привыкать к этому уже поздно. Для них же это как раз то, что надо. И они, то есть подростки на Ираке, среди которых подросток ТЭТЭТ, они от этого только преуспеют, достигнут еще больше успехов, так как преуспевать или достигать успехов эпидосис во всяком деле это свойственно молодости Неотес. Так что как ты начал, говорит Феодор Сократу, так уже не отступай от этого, то есть не оставляй его, продолжай его расспрашивать и задавай ему вопросы. Сейчас Ал Эрота – Сократ, ты слышишь ТЭТЭТ, что говорит Феодор? Я полагаю, что ослушаться его ты сам не посмеешь, да и не пристало младшему не слушаться приказания человека мудрого в таких делах. Так что отвечай мне ясно и откровенно. Сейчас. Отвечай на что? Что есть по-твоему знание? Ти сой докей эйной эпистеме. Отвечай, я передаю здесь как откровенно, генайос в данном случае с коннотацией смело, мужественно, мужественно в значении смело, то есть отвечай откровенно такое, откричай прямо и откровенно, что есть эпистемия, тиэстин эпистемия. Вот в этой связи, друзья мои, я бы хотел сделать сейчас небольшой такой экскурс в семантику в изначальную, в том числе в дофилософское употребление глагола эпистемой и существительного эпистемы, производного одному. Ну, посуществует эта семантика одна и та же целой такой лексической семьи. Обычно это самое обычное дело. Глагол, от него имеется девербатив, от глаголь существительное, имеется наречие также, причем существительное не одно, есть эпистемия, есть эпистемон, эпистемон, также эпистемон, эпистемонос. Сам глагол, видите, существительное, как и многие существительные, абстрактные, сосвидетельствовала впервые довольно поздно эпистемия. Сейчас, эпистемия, эпистемия, эпи, эпи, секундочку, погодите, так. Эпистемия, слово в существе не поэтическое, глагол эпистема, и он встречается уже в эпосе у Гомера, как это часто бывает в таких случаях, существительное, впервые в трагедии в греческой, только в V веке, очень мало примеров. И потом у историков, то есть с началом греческой прозы, по существу, оно появляется. Это сплошь и рядом бывает такое явление, и это очень важно понимать, потому что некоторые исследователи, несмотря на свою ученость, часто не учитывают этот факт. Когда они начинают рассуждать о времени происхождения какого-то термина философского, и когда, если они не находят примеров, например, находят первые примеры употребления какого-то слова в последний, третий, пятого века, то есть с началом греческой прозы, и они делают эксселентио совершенно неправильный вывод. Вот это очень распространенная методологическая ошибка по умолчанию, то есть заключать, делать какое-то умозаключение о времени возникновения термина или слова по его первому употреблению. В данном случае очень важно принимать в расчет и учитывать это слово поэтическое или прозаическое. Я вот не перестаю удивляться, потому что в исследовании ранегреческой философии, друзья мои, это часто вопрос очень важный, потому что приходится определять и решать, определяя границы цитаты, часто мы имеем только цитаты из утраченных сочинений, их цитируют более поздние авторы, и сплошь и рядом возникает вопрос, где границы цитаты, какие слова принадлежат первоначально, скажем, Гераклиту или Ноксимандру или Ноксименду, какие принадлежат уже цитирующему автору. И нередко, я вам серьезно это говорю, меня это каждый раз приводило в изумление, люди просто забывают, исследователи просто не учитывают то, что какие-то слова, поскольку они прозаические, они в принципе не встречаются, они не могут, например, слово эпистемия, видимо, ну оно в принципе прозаическое, оно не могло быть у Гомера, и метрически оно не очень просто, его вставить в гигзаметр. Поэтому тот факт, что какое-то существительное, абстрактное впервые встречается у Геродота, Фукидида, то есть у историков второй, третий, последний четверти, пятого века до нашей эры, или в текстах Гиппократа. Самые ранние образцы греческой прозы, которые до нас дошли, это ранние, самые ранние тексты в гиппократском корпусе, к которым относятся, скажем, о древней медицине и, как я считаю, трактат о диете. Переди Айтес, первая книга, которая содержит такую герапетизирующую космологию, очень ценную, кстати, для реконструкции второй главы, утраченного книги Гераклита. Поэтому тот факт, что эпистемия впервые включается у Геродота, это единственный случай, один раз в трагедии, конечно, не доказывает того, что слова этого раньше не существовало, потому что греческая проза, целые прозаические тексты до этого времени просто до нас не дошли. И таких выводов делать нельзя. Поэтому мы, говоря о ранней семантической истории, мы обращаемся к семантике глагола, как развивалась семантика глагола эпистомаи. Вот эпистомаи – глагол древний. Примеры мы имеем уже в Илеаде, в Гомеровском эпосе. И самые ранние значения, согласно Лидл Скотту, to know how to do, be able to do. То есть самое раннее употребление в значении уметь что-то, быть на таком какого-то делах, знать как. Это нередко относится как раз вот к профессиональному знанию, к ремесклинному или к способности что-то сделать и в Илеаде, и в Одиссеи. Относится к художественному мастерству. В Илеаде мы говорим, который умел руками, эпист это Дайдала, панда Тефхен, умел мастерить руками искусные такие произведения или статуи. Вот это раннее употребление эпистомой. Дальше следующее раннее значение, которое я хорошо знаю, и мы хорошо знаем из Гераклита, это быть уверенным. Эпистомой могло употребляться в значении быть уверенным, быть убежденным в чем-то. Например, Гераклита, это дословная цитата, говорит про ложный культ мудрости Гесиода. Тут он хойполой, то есть невежная толпа, тут он эпистантай плейста эйденэй хостис хэмерэн кайфронэн ука гинёскэн эсти гархэн. Буквально тут он эпистантай. Они уверены, то есть они убеждены, они твёрдо знают, что самый мудрый человек, который знает больше всех, это Гесиод. Это тот, дальше идёт язвительное такое замечание, инвектива в адрес Гесиод, это тот, который даже не знал, что такое день и ночь. Тубиашут. Между прочим, есть второй фрагмент, его не цитирует в данном случае Лидл Скотт, и мало кто этого знает, потому что это фрагмент фрагмент о божественном разуме гномы, и фрагмент, который говорит у Гераклита хэнтософон эпистастай. В данном случае эпистамы тоже употребляются в этом значении, а именно в значении признавать или считать кого-то. Следует признавать эпистастай только одно мудрое существо, тот разум гномен, который один управляет всей Вселенной. Гномен хэтис ойе экюбернесэ панта диапандун. Дальше следующее значение, указанное в словаре Лидл Скотта, это быть знатоком в чём-то. Первое – это уметь, быть способным. Второе – быть знатоком в каком-то деле, или быть искушённым. Вот это уже очень близко, друзья мои, и в сущности к тому, в каком значении это употреблялось не у Аристотеля, а именно во времена Сократа и софистов. Мы это видим, потому что в сократических диалогах эпистемон – это, конечно, не учёный часто, а это знаток какого-то определённого ремесла или искусства. То есть это человек умелый, искушённый, умеющий, знающий и умеющий, что делать. В частности, у археолога это применяется к поэту, который знает толк в даре мусы, то есть в поэзии. Применяется применительно к техне, быть искушённым в определённом искусстве и так далее, и так далее, и так далее. И только после Гомера, после Гомера, согласно Лидл Скотту, эпистомой получает значение и употребляется в значении знать нечто как факт или знать точно, знать на верное. Но мы видим, что вот эта коннотация, она, конечно, не совсем новая. Она присутствовала уже вот в этом раннем и веонистском употреблении, быть уверенным что-то. Потому что тот, кто эпистатой, он знает это наверняка. Он не гадает, он не догадывается, он не предполагает, он знает. У Геродота, например, эпистаменуси эф хусантис легой. И впервые правда эпистатой употребляется как синоним эйдена и знать у Платона. И тут как раз ссылаются на платоновские тетет лексиконы, на Аристотеля, на аналитику и так далее. Наконец, эпистемия как научное знание. Научное знание у Платона и у Аристотеля в метафизике эпистемия у Аристотеля это преимущественно теоретическое знание. Теоретическое знание. И соответствующий добродетель теоретического разума это София. Но мы видим, как в частности это и предвосхищается здесь у Платона в Теетете, когда эпистемия семантически отождествляется София. То есть это живо еще и в узусе Аристотеля. Впервые эпистемия, как мы увидим, противопоставляется Доксе, конечно, в плане в языке четвертого века. Это не архаическое употребление. Чему нас это учит? Это очень поучительно. Учит тому, что нельзя отождествлять концептуальные схемы оппозиции семантические и так далее. Нельзя их очень намертво привязывать к словам. Слова могут меняться. Понимаете? Платоновское противопоставление семантической эпистемии Докса, конечно, оно восходит к Иллиатам. И еще глубже оно восходит к пифагорейцам. Но в поэме Парменида мы не находим терминологически зафиксированной именно эту оппозицию. Мы находим эту оппозицию, но у Парменида мы видим противопоставление не эпистемия и Докса, а алефия и Докса. Там истина. То алефес и алефия противопоставляется Доксе и Тадо Кунте. А почему? Не исключено, что слово эпистемия даже могло тогда существовать. Я вам уже говорил, слово не поэтическое. Возможно, его трудно было вставить в гигзаметр. Ну и вообще прозаические слова не употреблялись, друзья мои, по стилистическим соображениям. Так же, как некоторые поэтические слова никогда не употреблялись в прозе. Незнание этого элементарного факта, который всякие эллинисты даже начального уровня должен это прекрасно знать. Тем более, это должен знать эллинист или исследователь или исследователь греческой философии, который хочет иметь какое-то свое мнение, хочет позволить себе об установлении текста. Например, о том, как надо читать какой-то фрагмент, какие принимать исправления или не принимать, какие принимать разночтения или не принимать. Понимаете, для того, чтобы брать на себя смелость делать такие решения, надо обладать все-таки каким-то эллинистическим кругозором. Нельзя. Такие ошибки, о которых я вам говорю, нередко совершают исследователи, которые не эллинисты широкого профиля, не те, кто начитаны, которые читали греческие тексты разных жанров, от гомера до неоплатоников, читали архаические тексты, классические, эллинистические, и нередко они просто видят. Профессиональный эллинист в большинстве случаев он просто сразу видит, есть это слово гомеровское или архаическое. И ясно, что многие гомеровские слова, они в принципе никогда не могли употребляться в классическое прохождение. Понимаете, это все равно, что кто-нибудь в современной русской прозе вдруг написал там, я не знаю, ланиты там, или вежда, или перси, вставил бы какое-нибудь слово, было бы смешно. Только рядки иронии. Но многие гомеровские слова, они именно звучали в прозе, они не могли употребляться в прозе. И на игнорировании этого факта основана, друзья мои, целая теория. Это теория, так называемая cunning intelligence, теория такого трикторского ума или хитрости, теория Мэттис. Если вы посмотрите, есть огромная литература. Вся эта огромная литература и вся эта теория, они возникли на пустом месте, потому что они опровергаются элементарно, и они основаны, она основана, ее придумали Детьен и Вернан, два представителя так называемой парижской школы. Ну, как бы основополагающая для этой науки специфической послужила их монография Мэттис, Мэттис, cunning intelligence, там, в греке литературе, и так далее. Что такое Мэттис? Мэттис пишется мюэтос, пишется с этой, поскольку это долгое ударение, Мэттис, Мэттиус. Мэттис, друзья мои, это вообще поэтическое слово, это архаическое слово, это гомеровское слово, оно встречается, конечно, в гексиметрическом языке. Мэттис значит просто мудрость. Мэттис – это качество Зевса. Была даже персонификация Мэттис, Мэттида. В греческой мифологии есть некоторые персонифицированные абстракции. Все это персонифицированная мудрость, и с этим связано, и этот персонаж, Мэттис искусственный, конечно, он связан с мифом о рождении Афины, потому что по одной версии этого мифа Зевс, после определенного оракула, он проглотил Мэттис, богиню Метиду, чтобы избежать каких-то неприятных последствий. И в какой-то момент, очевидно, Мэттис захотелось явиться на свет. И так у Зевса начались такие своеобразные родовые схватки. В голове ему помог, в качестве акушера ему помог Гефест, который топором ему сделал такое сечение. И так появилась богиня Афина. Ну, такой экстравагантный греческий миф. Вот это Мэттис. Так что утверждали Вернан и Детьен. И, друзья мои, в какой-то момент это была невероятно модная теория, и писались диссертации, конференции, Канниг Интеллигентс. Сейчас это немного стихло. Я надеюсь, что это уйдет опять в тишину, потому что это возникло. На чем основана их ошибка. И что утверждали Вернан и Детьен? Они утверждали, основываясь на двух-трех каких-то произвольно выбранных пассажах, что якобы, якобы, Мэттис находится в некой самого понятия этого. Мэттис якобы характеризует некоторый такой тип ума, который противостоит понятию логоса, нуса, вот всей ментальной лексике классической греческой философии, которая чисто теоретическая, якобы, спекулятивная, что неверно, конечно, и означает тип ума трикстера. Вот типичный трикстер, якобы, это был Прометей, у него был Мэттис, когда он обманул богов, проявил накончивость, украл огонь, там, или, когда обманул, кстати, Прометей обманул тоже Зевса, когда он совершал первое жертвоприношение на Мефоне, Мефон, это такой мыс в Пелопонессе, вот, где я, кстати, был этим летом, невероятно изменился с тех пор, когда я был там в последний раз, Мефона, Мефона, там было совершено первое жертвоприношение, где Прометей проявил свой трикстерский, разделил жертву таким образом, что для богов надо было определить, какие части будут приноситься в жертву, мясной жертве, богам, какие людям, поэтому Прометей схитрил, проявил такую накончивость и в одну кучу положил кости, прикрытые жиром, а в другие положил хорошие куски, хорошее мясо, но прикрытое чем-то таким неприглядным, и Зевс выбрал, конечно, жирно пожирнее, получил, вот, боги, кстати, получили кости, которые сжигали во время, ну, что такое было греческое фюсия, это греческий ритуал, по сути, что был общинный пир, где все ели вместе танцевали, пели песни и так далее, вот, это религия, которая поэтому не очень нравилась греческим интеллектуалам и особенно моралистам, они хотели другую религию, многих как раз завораживала иранская религия с их дуализмом, с их строгим морализмом, как впоследствии потом иудейская религия, где очень строгий тоже был такой бог, бог моралист, а Зевс позволял и вообще олимпийские боги делали, что хотели, поэтому философы считали, начиная с Сенофана и Гераклита, что греческие боги просто не годятся для воспитания юношества, для воспитания греческих нац. Короче говоря, что я вам хочу сказать, все это высосано из пальца, дело в том, что слово метис, оно не потому встречается в более ранних текстах и поэтому, потому что оно в принципе не встречается в прозе, оно не может это поэтическое и ясно, что в прозе писали бы София, писали бы Мудрость и неверно и неправда, что метис якобы связано, может быть, есть несколько мест, где это может быть связано с находчивостью, с мекалкой, может быть, в каких-то случаях, но кроме того, никогда нельзя упускать из виду, друзья мои, что если мы говорим о такой семантической истории, надо всегда брать весь пучок слов, нельзя брать одно, потому что там, где есть существительное, есть соответствующий глагол, метио, метизуме и так далее, надо смотреть на, мы видели, как перекликается семантика и глагола эпистемы и этого глагольного существительного эпистемы, глагол метисто, он очень, да, он древний, но он часто применяется, например, в креационистских контекстах, орфический бог-творец, он метидзе, он никакой не трикстер, простите, это протагон, почитаемый, это божество, так же, как это качество Зевса, и Зевс никакой не трикстер, все это абсолютно надуманное, надуманное, высоцанное из пальца теория, которая вот разрушается при первом прикосновении критического, критического скальпеля, понимаете, все это рассыпается, тем не менее, вы до сих пор до сих пор можете видеть вот эти самые всплески разошедшиеся от этой монографии, вот, вот, ну, возвращаясь, возвращаясь к нашей теме, я просто сейчас я это вспомнил, недавно мне недавно мне приснился какой-то, мне попался совершенно неожиданный пример, пример такой аберрации переводчик какой-то книги с английского, сейчас я уже не помню точно, но он вставил сюда вот эту самую Мэтис, хотя в английском вообще даже ничего подобного нет, то есть это невероятное заблуждение и, конечно, его надо разоблачать, надо всегда говорить, что это все основано исключительно на недоразумении, никакого специфического там трикстерного понятия сознания ума Мэтис не существовало, Мэтис это просто поэтическое слово для мудрости Софии, в том числе для умения, которое принялось примитивно к мастерам, поэтому Бог-творец, нет демиурга более искусного, чем Бог-творец. У Парменида, Афродита, который начинает творить наш грешный чувственно воспринимаемый мир, космос, сделанный из света и ночи, там Парменид пишет, что Эрота Протисто Мэтисто Пантом наипервейшим из всех богов она, то есть Афродита, имя Афродита это совершенно анегорическое существо, это тоже типа Анима Мунти, она сотворила Эрота, Мэтисто, где здесь трикторство, где здесь обман, видно, что это все абсолютно не работает и просто ссыла из пальца. Итак, мы продолжаем сейчас наш обзор семантической истории слова эпистеме, эпистеме, анализу которого посвящен платоновский теэтет. И сейчас сейчас мы сказали о глаголе, да, есть дальше причастие, причастие от эпистемы, которое уже употреблялось, могло употребляться как квазисубстантив, эпистеменос, человек знающий, это человек понимающий, и это причастие употреблялось в значении искусственной, об искусственном мастере и так далее. Даже с эпистемой можно больше найти примеров употребления в таком значении какой-то находчивости, мастерства, умения, чем с метис, это архаическое слово для какой-то мудрости. И наречие эпистеменос, буквально сознанием, с толком, сознанием дела, опять же применяется ко всякому художественному творчеству, мастерству, ремеслам, сознанием и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, про эпистеме мы с вами сказали, что слово, конечно, засвидетельствовано только, что совершенно неудивительно с началом греческой прозы в конце в конце пятого века и потом становится стандартным ключевым термином уже у Платона и Аристотеля. У Гераклита мы видели, есть глагол эпистанта и в значении быть твердо уверенным в чем-то, знать. В принципе, у Гераклита тоже это позитивное понятие. Он призывает к тому, чтобы признавать, то есть твердо верить в слове, который является, в фрагменте, который является по существу таким манифестом монотеизма. то есть Гераклит призывает отбросить, не верить и не признавать выдуманных гомеровских богов мифологических и эпистастей признавать только одно мудрое существо, признавать одного единственного бога, тот разум, который управляет всей вселенной, то есть нового философского бога Гераклита, который называет разными метафорическими именами, он называет его полем с войной, называет его айоном временем, он называет его громовым ударом, керовнос, он называет его пастырем, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вся эта такая палитра синонимов, метафор, она объясняется не только поэтическими наклонностями Гераклита, ну, Гераклита, космология Гераклита, это чистая поэзия, никакое отношение к науке она не имеет, вообще ноль, никакого. Поэтому, когда Аристотель в альфе-метафизике поставил якобы вот это учение об огне, как якобы архе, Гераклита в один ряд там с фаллеса или воздухом лексимена, это привело к невероятному искажению смысла и духа его учения, потому что космология Гераклита была не о том совсем. Его, так называемая, космология была просто притчей об идеальном государстве. Республика Зевса должна служить моделью, так же, как у Платона служит ему постигаемый мир и идея добра. У Гераклита такую же роль парадигмы для организации идеального подражания идеальному полису Зевса Диосполис где всем управляет любимый сын Зевс это вечно живой огонь а его сын это Аполлон который является Солнцем Солнце идеально управляет так как надо управлять без коррупции без воровства безошибочно следуя неотступно следуя божественному закону который заключается в точной смене времен года прежде всего Солнце делает идеально и это есть лучший образец для всех на Земле никакой научной космологии у Гераклита не было его это в принципе не интересовало как не интересовало Сократа эпистемия мы видим как в сократических диалогах в контекстах подобных тем что мы встречаем в Тетете фигурирует эпистемия в связи с бесконечными техно ремерслами и умениями ну вот и фигурирует вариант эпистемон эпистемон возднее время могло означать ученый специалист но в сократических диалогах это человек компетентный человек компетентный в каком-то искусстве в каком-то ремесле человек знающий свое дело да вот это эпистемия вот что еще что еще я хотел на что хотел обратить ваше внимание а в этой связи также хотел затронуть вот этот вопрос который время от времени возникает о передаче о том как вообще какой политике какой практике придерживаться при переводе греческих философских терминов я неоднократно уже высказывал мое мнение мое даже убеждение мое эпистемия твердое убеждение в том что принцип один термин одно слово в русской передаче отчасти он может быть иногда может быть как-то оправдан при переводе философских текстов когда мы хотим передать один термин как бы последовательность передачи одного термина но во всех случаях это в любом случае не получится друзья поэтому не будем забывать не будем забывать мудрое мудрый принцип Людвига Вильгенштейна что the meaning of the word is its use значение слова это просто его употребление поэтому сколько существует употребление столько существует значение употребление зависит от контекста единственный законодатель значения слова это контекст поэтому если мы хотим ксюно легистой ксюно легунта сейсхюридзэсээ как говорит Гераклин те кто хотят говорить с умом хотят говорить так чтобы люди понимали что они хотят сказать чтобы они понимали со смыслом надо следовать этому принципу надо чтобы слово работало в контексте слово эпистемия если мы будем я считаю это неправильно что надо во всех случаях например эпистемия переводить как знание мы уже это видели во-первых во всех в ранних текстах соответствующий глагол вообще означает уметь а не знать уметь быть способным что-то делать эпистемия у Гомера поэтому в определенных контекстах в том числе и в платоновских эпистемия лучше переводится как умение когда это относится например к сапожному делу не к теоретическим наукам не к геометрии не к арифметике так что эпистемия это и знание это и наука это и умение можно переводить по-разному а у Гераклита например хотя там нет субстантима но есть глагол это твердая вера во что-то эпистемия это твердо признавать что-то впрочем у Гераклита вообще это относится можно сказать к новому религиозному догмату который надо принять надо эпистемия то есть надо верить твердо верить в одного единственного бога например гомеровских фантастических богов которые предаются пьянству прелюбодеяниям и бог знает чему еще о них надо забыть итак возвращаемся возвращаемся к нашему тексту после этого экскурса об эпистемии в связи с указанием да келевой повелевает теперь между прочим Сократ уже повелевает фактически он является василевсом в данный случай потому что он требует ставит вопрос и добивается ответа от мейракия от этих подростков помните вся эта встреча конечно разговор происходит в афинском гимнасии на фоне переодевающихся или умощающихся молодых атлетов которые только что пришли с площадки спортивной умощаются еленя елеем и так далее рядом с раздевалкой происходит разговор любимое место Сократа для встречи бесед в частности с молодыми людьми как и Агара и другие общественные места в Афинах и так сейчас где мы остановились где мы остановились вот Сократ да ты слышишь что говорит Феодор отвечай мне ясно и откровенно ти ти соедокей эпистемен эной что такое по твоему эпистемен сейчас так сейчас тетет что отвечает тетет тетет на это Аллахре вот я нашел ну приходится Аллахре Сократ раз уж вы приказываете ну то есть придется мне отвечать такой смысл а если уж я ошибусь в чем антикай хамарто вы меня исправите да видите вот это греческое слово для ошибки хамартано хэмартон хамартано здесь если заняться такой семантической археологии этого слова хамартия изначально хамартано употреблялась особенно применительно к непопаданию в цель хамартон в частности при стрельбе из лука то есть хамартия ошибка здесь осмысляется как промах то есть попал мимо попал не в цель вот ну потом в более позднем кстати поэтому в классическом греческом языке хамартия категорически не означает греха как в крестьянском языке это слово для греха и для грешника соответствующие слова вот и глагол хамартона это означает согрешил признание приобретения никаких таких коннотаций в классическом греческом слове конечно нет это значит ошибаться вот с такой коннотацией промахнулся не попал в цель так что видите метафоры связанные с техной окружают нас на каждом шагу потому что конечно язык греческий язык и философский прозов в это время он насыщен такими ассоциациями с практиками с ежедневными практиками в том числе особенно с практиками которые которые были типичны как бы для свободных граждан ну и не только в том числе мы видим даже и ремесленные но хамартия в частности стрельба из лука этому учили и дворянских детей то есть детей всадников благородных всякие греческие юноша с такой благовоспитанной семьи конечно он должен был уметь владеть конечно скаковыми всякими навыками верховой езды и стрельбой из лука и игрой на лирии это был как бы такой джельфменский набор это не считалось вульгарным наоборот это требовалось вот ни от кого не требовалось там уметь я не знаю обжигать угли или там делать горшки это считалось делом таких специалистов демиургой вот такие технои связанные с атлетикой со спортом с музыкой они они были обязательно и в среднем и в высших классах вот охотно говорит Сократ мы имеем ввиду что мы исправим если сможем вот антель квоюй тремен и далее что говорит Тетет сдается мне мне кажется что то чему кто-то мог бы научиться у Феодора то есть у этого авторитетного известного математика его взрослого его наставника конечно Феодор уже находится в зрелом возрасте в этот момент Тетету где-то около 15 или 16 лет считается что он родился около 400 14 415 разговор происходит в год казни Сократа то есть в 399 году мне кажется что это то чему кто-то мог бы научиться у Феодора это эпистемы видите он употребляет это слово эпистемы во множественном числе и дальше перечисляются эпистемы геометрия и те имеется ввиду математические и те науки и искусства которые ты сейчас упомянул а также это с одной стороны математические науки эпистемы а также кожевиное дело или сапожное дело скюто томике а также искусство или ремесла техной других мастеров демиургой вот это демиургическое искусство и все и каждая из них это не что иное как эпистемия Сократ сейчас Сократ иронически иронически парирует иронически что он говорит сейчас он говорит да смело и щедро щедро ну Филодорос это человек который щедр на дары то есть ты нас одарил ты осыпал нас дорогой друг у тебя попросили одно а ты вместо одной простой вещи осыпал нас вот этими дарами и даешь много и разнообразного конечно это ирония что ты имеешь ввиду по святому олеге Сократ тетет да сейчас погодите сейчас Иисус возможно ничего в этом такого нет но то что я думаю я тебе скажу когда ты говоришь сапожное дело скритикен ты имеешь нечто другое нежели умение выделывать обувь эпистемен да эпистемен умение или знание как делать обувь да нет ничего удобно ничего другого говорит тетет удэн а как по поводу строительного искусства это нечто другое нежели знание или умение эпистеме того как производить эргасия деревянную мебель ксюлинен скивон ну это то же самое именно это я имею ввиду ничего более таким образом в обоих случаях ты определяешь как эпистеме эпистеме это то знание чего да но вопрос тететет был не не об этом вот тут вопрос был не о том о чем знание о каких предметах эпистеме и вопрос был не о том сколько их ибо мы не хотели услышать не хотели узнать перечисления когда когда спросили тебя об этом а хотели узнать что есть само знание авто что это есть такое или я говорю говорю что-то не то нет вполне правильно ты говоришь тететет сейчас 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 скютикен скютикен тот эроттофен вот тут интересно в этой связи интересно отметить параллели все комментаторы естественно ее отмечают очень точная параллель с диалогом Менон точно так же абсолютно как здесь на вопрос что есть добродетель тесте эпистеме дается такое же перечисление разных добродетелей а имя андрос добродетель мужа добродетель жены добродетель ребенка и так далее на что Сократ совершенно как в нашем месте в Меноне отвечает Менону это просто мне повезло так же иронически между прочим это мое счастье просто Менон что я хотел узнать одно хотел узнать что есть добродетель а ты мне здесь аретен смености это целый рой то есть вместо одной пчелы я получился целый рой нашел ну столько добродетелей и так далее и так далее и так далее вот можно вспомнить можно привести параллели из других сократических сократических диалогах и конечно друзья это не просто такое формальное наблюдение это еще раз показывает нам как ТТ вообще формально по технике и он очень мало чем отличается от так называемых хотя он и считается поздним вот даже идущим после как бы диалогов о двух мирах идеях и безмертной души и прочее среднего периода он мало чем отличается от ранних сократических диалогов но Менонг кстати считается не самый ранний потому что относится к переходным и там в Меноне уже присутствует анамнессис некоторые исследователи правда они хотят особенно те кто из всех сил противятся они не хотят чтобы Платон платонская философия Платон представлялся таким должником пифагорейцев поэтому так же как они отрицают связь что по-моему вообще просто абсолютно несостоятельно отрицать связь платоновской теории воспоминания с пифагорейской реинкарнацией и памятью о других других жизнях душа может помнить о том что было до рождения только благодаря тому что она что она бессмертна вот и похожее нечто похожее мы тоже видим в государстве в первой книге государства когда опровергаются развеиваются просто расхожие такие вот расхожие народные и софистические представления о дикой усюны в чем заключается дикой усюны в чем справедливость это один из ответов друзьям помогать врагам вредить или там не быть никому должным то есть приводятся разные ситуации примеры когда речь за какой-то дикой усюны справедливости вместо того чтобы дать точное определение ауто ти эсти что есть само что заставляет смысловую суть и сущность бытийную сущность усея что есть такое справедливость конечно это вопрос у Платона неразрывно связан с теорией теории эйдесов правда вот Аристотель в результате как бы своей полемики против отбрасывания теории двух миров при том что он сохраняет платоновские веру признания Платоном примата безусловного примата антологического и аксиологического примата формы над материей Аристотель изобрел вот этот термин то ти эсти то ти эсти или то ти эн энной что есть буквально что было или что значено что было быть тем то то есть что составляет сущность человека вот предикации когда мы говорим о ком-то что антропо свести вот это энной антропо энной быть человеком что это означает да ну ясно что в действительности тут речь идет об общем определении об определении общего понятия вот что хочет чему хочет научить Сократ здесь молодого тетета эпистемен вот и пример например тоже показательный из государства платоновского 472 цент то есть мы искали в государстве платон ищет что есть само ну слово понятие здесь не употребляется то что то как мы это передаем что есть само то что составляет саму справедливость что это вот это действие это и в чем ее усер вот сейчас мы находимся с вами так 100 это 140 сейчас 146 146 и 146 в конце 146 да сейчас да совершенно верно ты согласен вот подумай и вот еще о чем сейчас сейчас а подумай если бы кто кто-нибудь спросил нас о ну о обыденных совершенно вот подручных таких ну о низкой материи таких вещах ну например о глине что есть глина 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 если бы мы ответили ему что это глина керамических горшков или это а нет это глина горшечников которые используют горшечники керамисты да или это глина печников то есть мастеров и пно плафон мастеров которые делают печи а также глина те кто делает кирпичи для строительства разве мы не были бы посмешищем наверняка вероятно мы вы были бы тетет прежде всего мы хотим понять из из этого ответа мы хотим чтобы понять вопрошающие когда мы говорим сейчас минутку что говорим о глине говорим о глине совершенно не важно это глина коро плафон между прочим это все разные мастера вы видите которые работали с глиной потому что коро плафон это скорее всего мастера которые делали детские игрушки знаете друзья моих греческих музеях очень много вы видите и это очень часто распространены археологические находки во-первых фигурки ну и фигуринки как биотейские биотейские фигурки они фигурки эти могли иметь и культовое назначение если это фигурки богов но часто нельзя понять это действительно приношение аббативы или это детские игрушки в том числе у меня даже где-то есть дома копия такая музейная марионетки то есть были керамические такие из глины из обожженной глины сделанные фигурки которые можно было дергать на веревочке так чтобы они шевелили ногами и руками здесь здесь перечисляются все эти ремесла с указанием на то что не об этом был вопрос ты думаешь может ли кто-то простентес может ли кто-то понять что означает имя если он не знает что это за вещь то есть мы не знаем что такое глина что такое глина да имеется ввиду что по своей природе смесь смесь воды смесь земли и воды пелос ну может быть ассоциативно здесь еще это может объясняться тем что популярные греческой мифологии первый первый человек был сделан был слеплен там Прометей вылепил первого человека одного мифа из глины и потом Афина вдохнула вдохнула в него ум да вот это сделать делать из глины сейчас особенно известные конечно истанагры статуэтки вот эти маленькие статуэтки истанагры в биоте в биоте ипноплатон ипноплатой это печеньки мастера которые видите они пользовались особой очевидно неупорной глиной ну вот слово ипнос очень интересное оно означало такую дровяную печь в которой в частности пекли хлеб и это слово фигурирует в анекдоте про Гераклита который рассказывает Аристотель в своем трактате о животных рассказывает его в качестве притчи в качестве призыва очевидно к юным исследователям природы не считать не делить все животное царство там на прекрасные образцы и какие-то безобразные потому что в мире животных в зоологическом мире считал Аристотель интересно все высших донитших поэтому не надо брезгливо отворачиваться от каких-то слизняков там червей насекомых и так далее все интересно для биолога для зоолога и во всем есть во всем что связано с природой фюсис есть и что-то божественное ну тут мы видим влияние таких пантеистических идей Аристотеля и в качестве поясняющего анекдота Аристотель цитирует знаменитую вот эту историю про Гераклита и странников однажды посетители приезжие спутники туристы которые условно говоря в древнем понимании этого слова прибыли в Эфес захотели увидеть местную знаменитость Басилевс Гераклит знаменитый философ они подошли к его дому и остановились в смущении говорит Аристотель потому что они увидели что Гераклит грелся у печки простое про и пно ферромен вот там упоминается как раз эта печь скорее всего это кухонная печь вот они остановились в смущении и боялись войти им было неудобно человек сидит греется у печки на что Гераклит приободрил их вот сказал входите смело позвал их Гераклит входите не смущайтесь здесь тоже есть боги очевидно он показал на этот огонь пылающий в кухонной печке который Гераклит считал божественным потому что Гераклит считал что природа бога это некий божественный огонь который лежит в основе всего мироздания ну были разные объяснения некоторые считали что это сценка якобы из комедии я не уверен что Гераклит уж прям был так популярен в Афинах в атической комедии чтобы его могли пародировать или высмеивать не обязательно вся афинская публика просто чтобы они знали там о гераклитских учениях я скорее в своем издании я сравниваю это сравниваю связываю это со второй главой книги Гераклита где перечисляются мастера из всех видов ремесел в том числе судя по всему там по-видимому упоминались и пекари а вот а все эти мастера в различных техно в своих операциях по Гераклиту следовали божественному закону то есть их операции все техно основаны на гармоническом сочетании противоположностей и именно этот закон полинтропной гармонии лежит в основе организации всей вселенной всей вселенной нашего мира и всего что делают люди и так далее и так далее и так далее вот как-то ну конечно может быть это не прямо из книги Гераклита через чью-то чью-то пародию мы не знаем напрямую источник тем более что здесь все-таки рассказывается анекдот но идея которая лежит в основе этого анекдота она подлинная гераклитская идея а именно что все мастера все демиургой они бессознательно воспроизводят некий некий вот алгоритм технологической операции на котором основана вся гармония гармония космоса вот это действительно идея подлинная поэтому с точки зрения гераклина бог мог присутствовать в печке для выпечки хлеба один византийский комментатор почему-то даже думает что речь идет о какой-то специальной кухонке которая что это была печь что гераклит сидел внутри какой-то маленькой такое повещение потом у греков назывался фурнос и в Новой Греции но это то что мы знаем дровяная печь это дровяные печи в которых делают пиццу на дровах а не в электрической плите вот это у греков называется фурнос так мы находимся с вами на странице 147 теперь это согласен Сократ абсурдно предполагать что наш ответ имеет какой-то передает какой-то смысл спрашивающим когда мы употребляем слово глина неважно глина чего это это глина того кто делает куклы или что-то другое сейчас эоетис или ты думаешь что кто-то понимает понимает смысл имени если он не знает что это вот тут друзья мы обратим внимание на очень интересный тоже глагол связанный со знанием пониманием глагол сюнеми соответственно он тоже идет в пакете с таким девербативом и важным словом сюносис сюносис который потом встречается и у Аристотеля тот же чем интересен глагол сюнеми это тоже глагол означающий понимать сюнеми именно понимать и он часто употребляется в контекстах связанных например с пониманием языка вот например усюнееси это могут употреблять греки применительно к варвару который слышит греческую речь он ее слышит но он не понимает усюнееси и есть очень очень важное свидетельство раннего употребления сюниями очевидно аутентичное у алкмиона алкмион насколько мы знаем хотя с одной стороны антитеза между чувствным восприятием и ноисис она как бы является фундаментальной у парменида но у парменида не опыт во первых там нет есть ноэй но нет нет этого глагола сюнеесис оно встречается у алкмиона алкмион свидетельство теофраста считал что человек чем отличается как бы когнитивная способность человека от животных и он считал что и у человека и у животных есть ощущение аистананты животные тоже аистананты они ощущают но у них при этом нет понимания и только антропос сюнееси говорил говорил алкмион вы помните что алкмион может считаться отцом греческой вообще западной биологии он написал первый трактат который позднее время ходил тоже под трактатом под названием о природе но он был совсем не о природе космоса а он был о природе живых существ вот и оба меоне много было некоторыми исследователями написано неправильных вещей особенно во второй половине прошлого века и особенно сторонниками Япа Мансфельда глубоко ошибочных людей вещей и одна из причин неверных вещей которые писали про алкмионы хотя до этого писали более правильные является испорченный и плохой греческий текст восстановление его проэмия в издании Дильса вот этот текст он уже в моем переводе фрагментов конечно он был исправлен то есть перевод был сделан на основании исправленного текста чем примечательно этот проэмия он замечательен тем что он примерно того же времени что и проэмия Гераклита о Логосе вот это два самых ранних текста философских о проблеме познания об истине если не считать но поэма параменида примерно в то же время но она написана гигзаметром в стихах а это два первых философских инцепит то есть начало трактата который начинает с проблемы истины и с проблемы познания и Гераклит начинает с того что все люди не понимают вселенский Логос в отличие от него а не понимая этот Логос вообще невозможно ничего понять и никакое познание невозможно и так далее и так далее при этом Гераклит притязает на то что он знает все от природы вселенной до того как надо правильно устроить государство личную жизнь и так далее и так далее Ахмел же намного Ахмел был судя по всему врачом и свое великое открытие открытие именно головного мозга как место локализации сознания ощущений в том числе вот этой операции Сюнесин вот он говорит согласно исправленно не то что исправленным там всего я добавляю две буквы фактически я восстанавливаю собственный термин алкмиона который испорченный который мы знаем из Аристотеля употребался после этого потому что у алкмиона конечно есть уже он понимает различия между ощущением и пониманием таким пониманием смысла или осознания чего-то и конечно интересно что у алкмиона в качестве понимающего органа физического выступает головной мозг вот при этом ощущения они доставляют как бы информацию он не употребляет слова информация но он сравнивает он сравнивает работу ощущений с передачей сигналов царю или правителю который сидит в Акрополе голова это как бы Акрополь как Акрополь в городе так у нас голова там сидит разум находится разум возможно он назывался тоже НУС вот и он обладал способностью понимания понимания того языка тех сообщений которые ему доставляют ощущения он сравнивал с охраной или оруженосцами дорифоры дорифор который кстати потом в новогреческом языке означает спутник дорифора потому что сначала это спутники царя а потом этим словом назвали уже в 20 веке и спутники вот эти дорифоры это как бы такая разведка окружающая Акрополь голову и они передают сигналы а мозг является является переводчиком мозг обладает способностью переводить представляете или истолковывать вот эти сигналы эта лексика это невероятно это вообще сделан здесь потрясающий первый шаг в направлении открытия нервной системы и того как работает сознание вот эта фраза что мозг это толкователь толкователь сообщений которые получаются от ощущения это дословная цитата уже в гиппократском корпусе который подражает который именно гиппократские врачи одни из первых они восприняли великое открытие аутмиона тем более аутмион сам был врач да вот это сюносис сюносис это способность понимания и мы встречаем это слово кстати и у гераклита потому что вот та толпа ой полой про которую говорится что она вообще ничего не понимает это невежная толпа непричастная к философии а есть другие люди гераклита не считает гераклита он как бы понимает что есть разница между по и полой и другими философами другие философы они не абсолютно тупые они как бы не все погрязли вот в такой тупости и рутине как большинство большая часть не философского человечества но они все равно они все равно не сумели они потерпели неудачи они пытались вот это перероменой они пытались сделать то что сделал гераклит то есть гераклит как бы расшифровал смысл того сообщения которое на языке бога написано на небесах написано в движениях звезд времен года светил жизненных функций циклов смены космических циклов все это расшифровал гераклит потому что он понял этот логос то есть язык он понял язык бога как бы разговаривает космический бог не гомеровский гераклит это понял и у гераклита также фигурирует вот этот глагол он говорит про толпу уксюниасин это ксюн это просто ионийская форма глагола сюнеми платон пишет на отеческом диалекте поэтому у него сюн а гераклит пишет на ионийском диалекте а в ионийском диалекте союз или предлог сюн с имел кси был не сюн а ксюн поэтому соответственно не сюниаси не сюниаси говорит гераклит а ксюниаси они не понимают как расходящееся или как враждебное ладит и как расходящее сходится с самим собой и дальше идет вот знаменитые эти слова о некой повернутой вспять или обратно или перевернутой гармонии как у лука и лира полинтропус у ксюниаси мало того гераклит называет их аксюнетой то есть невежная нефилософская часть человечества это непонимающий аксюны то есть это те у которых нет всю а почему друзья именно потому что они не понимают логус и именно глагол сюними часто употреблялся применительно к пониманию или непониманию языка логус это и есть язык вот понимаете он состоит у гераклита из каких-то там слогов которые вот эта грамматическая аналогия которая впервые в современной литературе она впервые реконструирована в моих работах но в древности ее прекрасно знали почти полдюжины если не дюжины я подвожу древних авторов почему я говорю о том что так важно учиться у древних читателей надо учиться у тех и особенно ни у кого угодно конечно из древних а учиться на согласии древних читателей потому что все так называемое источниковедение доксографическое источниковедение Германа Дипса оно нанесло огромный вред не только никакой пользы оно не принесло оно нанесло огромный вред изучению раннегреческой философии почему потому что оно основано исключительно на каких-то гипотезах догадках на ошибочных атрибуциях это фантастический автор аэти которого скорее всего никогда не существовал даже если такой был из тех мест где встречается во имя никак не следует вопреки Дипсу что дошедший до нас главный трактат о мнениях философов что он был написан неким аэти ни одна рукопись единственная ни греческая ни на латинском языке ни на сирийском языке ни на древнеармянском языке ни на каком восточном языке нигде никогда вообще больше не упоминается никакой аэти и ни одна вот эта ни один таксографика ни одна докса никогда нигде не цитируется с именем аэти то есть это все плод вот этого творчества этой квелленфоршунга 19 века это результат ошибочной атрибуции Дипса на котором я неоднократно указывал и который наиболее подробно я изложил обосновал свою теорию в работе происхождения и филиация дексографической традиции плакета философорум которая доступна на моей странице там же я подвергаю критике сокрушительной неодельсианство неодельсианство мансфельта и руни вот эти семь томов айтиана изданные которые просто замалчивают они не способны ответить на мою критику потому что я уже не говорю о том что они просто выкинули мой доклад из публикации тома ну не буквально они поставили передо мной унизительные совершенно условия которые там переработки которые присвоились к цензуре потому что я должен был согласовать мою точку зрения с мансфельтом и руни естественно я ответил категорическим отказом опубликовал в ежегоднике 16-го года индоевропейское языкознание и классическая филология которая является таким своеобразным аналогом американского APA это как бы общая ежегодная конференция где классики антиковеды классики всех специальностей разных они издают вот как бы это как бы якобы тезис но на самом деле это между это ежегодник с публикацией я подробно изложил свою гипотезу в том числе в приложении ответил на те возражения мансфельта и руни которые они высказали мне требуя вообще изменить переписать но друзья это вообще неслыханная вещь я даже в советском союзе никогда не подвергался такой цензуре попытки цензуры я никогда никакой цензуры естественно не приму не хотите не надо прекрасно опубликует в другом месте вот но это показывает понимаете это показывает какие-то вот темные стороны конечно устройства академического сообщества где существуют какие-то вот микромафии микромафии с центрами влияния которые делают все чтобы не допустить вообще даже публикации противоречия их мнения в свое время конечно для них это было большой неприятностью узнать про мою теорию и про мою критику Дильса потому что не был проект по которому очевидно были получены соответствующие субсидии если продолжалось чуть не 20 лет все эти айтиана конференции деньги естественно в свое время довольно цинично мне написал что я никак не мог принять потому что у них выходят все эти тома они скажут что такого айтия никогда не было конечно айти будет жив ну слава богу сейчас закончилось я готовлю рецензию наконец на них короче говоря я это вспомнил в какой связи я вспомнил в той связи что во-первых это неодельсианство они делают вид что якобы что-то новое в действительности вы можете взять посмотреть вот древо стема называется стема это аффилиация источников архетип как из него этот архетип и как порождается то что до нас дошло это объясняет вы можете в моей работе в конце на одной из последних страниц приводится моя новая стема не дильсовская нет никакого аэтия нет никаких витусто плакета вымышленных дильсом и нет никого теофраста по дильсу вообще теофраста это такая архея из которого все происходит путем дегенерации ухудшения и так далее теофраста может быть одна из боковых ветвей источник каких-то докса может быть в принципе от фюсикай докса и теофраста до нас дошло две цитаты или три а при этом сохранились сотни и сотни дословных цитат или парафраз близких к текстам из сотен скорее даже тысячи фрагментов сохранились из сотен разных авторов многие из которых были просто независимыми читателями они не были связаны с какими немецкими схемами 19 века это просто были люди самые разные философы грамматики кто угодно кто угодно и когда я понял в процессе работы над этим переводом что вот эта дильцевская система она является цепями во-первых в ней есть что-то такое расистское я даже бы сказал потому что там утверждается что надо чтобы пользоваться каким-то свидетельством текстом о гернических философах надо чтобы он имел соответствующее происхождение чтобы там стояла как бы печаль что вот это теофраст а что такое дильцевский теофраст это гипотеза гипотеза на самом деле в плаке это философорум два кстати два раза цитируется теофраст действительно он цитируется и он цитируется как автор особого мнения вы понимаете что утверждать что весь сборник восходит как-то это переработка там второй третьей очереди изначальник физикайдокса теофраста а в результате я уже не говорю о том что огромное количество текстов относится к философам которые были после теофраста и ясно что сам тезис о том что после теофраста якобы никто не брал в руки оригиналы раннегреческих философов а все пользовались только его вот этими резюме он абсолютно смехотворен и абсурден потому что больше всего оригинальных цитат пространных фрагментов весь проэми парменида 30 стихов архаической поэзии какой теофраста причем здесь теофраста это цитирует Симплики неоплатоник один из последних греческих философов цитирует он жил в 6 веке в нашей эре ранее среди вековнии поэтому одна из тоже одно из таких предубеждений что чем раньше источник тем он надежнее он абсолютно не верит что значит раньше и позже если у Симплики в 6 веке нашей библиотека платоновской академии в Афинах еще не была закрыта до приказа указа Юстиниана и он цитирует больше детальнее подробнее аутентичнее чем делают Платон и Аристотель которые в голову не приходило там подробно что-то цитировать Аристотель просто дает какие-то очень вольные часто парафразы и Платон с ошибками цитирует Гераклита по памяти это совершенно абсурдный тезис поэтому когда я освободился наконец от этой от этой ложной призмы через которую все смотрят ноги до сих пор надосократиков и когда я стал просто уважать заранее то есть я заменил элитарность эту немецкую просто на демократическое уважение к любому древнему автору который цитирует потому что надо просто иметь здравый смысл надо хорошо знать греческий язык и ты тогда сразу увидишь что например несколько версий теогонии космогония ноксиматра которые сохранились они не могут восходить к одному источнику потому что они говорят примерно ты видишь там смысловые схождения ты видишь совершенно разный язык и кто-то опускает кто-то добавляет ясно что это парафразы или это изложения написанные разными читателями вот так вместо дилсовского теофраста все эти выдумки ничем не подтвержденные я стал оперировать просто понятием древних читателей когда я вижу несколько древних читателей которые в отличие от нас они обладали полным текстом понимаете утраченного сочинения если они обладали полным текстом конечно они лучше знали контекст иногда древние толкования конечно интерпретации они могли быть абсолютно прихотливыми они могли быть случайными но когда вы имеете дело с хождением консенсус философов которые вообще принадлежали не только к школам они принадлежали к школам даже враждующим ясно что по дельцу все пользовались теофрастом я уверен что стойки не брали теофраста в руки когда речь шла о Гераклите я уверен что Эпикуру не было абсолютно никакого дела до того что писал теофраст или Аристотель о Демокрите у Эпикура было полное собрание сочинений Демокрита он читал все в оригинале и у нас есть сообщение о том что Эпикур ображался своими учениками читать древних понимаете это вот это какое-то высокомерие этих филологов 19 века высокомерие Демокрита он как будто он Дильс не зная не имея имеет плосочные обрывки и он якобы знал все лучшее чем вот эти древние которых он вообще ни во что не вставил это невероятное высокомерие результатом было самое абсурдное самое негодное издание Гераклита вот Дильса именно которое вообще когда-либо было сделано которое было намного хуже намного хуже чем потрясающее для своего времени издание Игрма Байвотера за 25 лет ну простите мне вот это это отступление потому что я хочу также соединять наше конкретное исследование платонского диалога в общем попутно с некоторыми методологическими вопросами я большое значение придаю методологии не потому что у меня это изначально как-то это была моя цель знаете за много лет у меня накопилось много материала уже для такой типологии у меня есть даже таксономия ошибок рекуррентных ошибок стереотипов неверных установок и ложных категорий например Десократик это ложная категория только сбивает людей срок в мае у меня был доклад на эту тему в поисках науки в поисках науки спалматологии спалматологии от греческого спалма ошибка я считаю это это важно и вот эти металлогические принципы которые у меня сформировались в эти исследования у меня совершенно их не было когда я начинал когда я приступал к работе многие многое из этого мне было неизвестно и меня просто научила работа с текстами этому и если в чем-то мои взгляды воззрения кажутся необычными не соответствующими того что вы находите в мейнстриме хотя очень много из того что я вам говорю общеизвестно никем не оспариваются но есть вещи которые которые не так скажем широко принимаются но это не значит что это какие-то мои ревизионистские взгляды могу забыть как однажды один из журналов по этической философии который раньше мне опубликовал вернул мне вернул не помню то ли мою работу о правильной виде то ли идеализме неважно короче говоря он вернул без единого возражения как и в случае с Мансфордом они не могут сделать ни одного возражения поэтому просто надо лебедя затыкать в рот надо не пускать его чтобы никто не знал что он говорит и так далее и здесь мне вернули мою работу ну вежливо написав редактор написал с интересом прочитал я с удовольствием прочитал вашу ревизионистскую работу ревизионизм ревизионизм то что у греков был идеализм потому что согласно этой догме в язычном мейнстриме никакого идеализма до Платона быть не могло мало того даже и у Платона если разобраться не было ни одного возражения ни попытки меня опровергнуть для того чтобы опровергнуть эти небы я всегда открыт для критики если кто-то мне докажет что моя интерпретация фрагмента Б3 Парменида ошибочна и что она на самом деле не является моим я просто показываю что я опираюсь на консенсус древних читателей никому из которых у которых всех в руках был полный Парменид вся поэма Парменид и те отрывки которые есть у нас и никому из них в голову не приходило то что вдалбливается в головы студентов учеников бесчисленных этих учебников где излагается интерпретация перевод Бернета грамматически невозможно я просто показываю опираясь как правило я опираюсь на статистику ТЛГ то есть я делаю огромное количество проверочных текстов и если я что-то утверждаю я утверждаю это практически уже стопроцентной уверенностью потому что если нам предлагают какую-то конструкцию какое-то значение например что якобы во фрагменте Ноксимандра Б1 якобы речь идет о каком-то там постановлении хронуса там нет ни хронуса ни постановления там есть установленное время то есть фиксированный срок когда происходит как бы возвраты элементов к своим источникам просто закон сохранения я не просто это утверждаю во-первых я показываю что именно все рефлексы парафразы аллюзии на этот фрагмент а не игнорирует это толкование 19 века никому в голову оно не приходило никому в голову не приходило что таксис означает какой-то приговор какого-то хронуса то что выдумал егер на 1935 году это вообще никому в голову не приходило не могло прийти потому что это плохой греческий язык и я показываю что слово таксис в принципе никогда не применяется не употребляется не применяется к приговору судей есть один или два текста который где таксис может там у Платона говорится таксисту ному то есть это положение закона распоряжение там установления закона но установление закона это не постановление судьи понимаете совершенно разные вещи и с судью это никогда вообще не связано с тобой таксис и поэтому толкование егера оно и по другим причинам абсолютно невозможно потому что Анаксимандр был гений он был творец настоящей науки он создавался еще первую теорию материи причем как я обнаружил сейчас занимаясь дальше исследованием вот металлургической аналогии в его космогонии там там просто гениальные прозрения у Анаксимандра знаете просто гениальные про образование вообще звезд которые во многом в чем-то они предвосхищают совершенно современную современную астрофизику поэтому этот человек Анаксимандр создатель первых астрономических инструментов первой карты и так далее он никак не мог объяснять смену времен года какими-то постановлениями хронос вообще персонификация времени она свойственна поэзии и егер между прочим и волшебочное толкование оно связано основано на произвольной аналогии вот в моей сформатологии аналогия об ошибках значительное место уделяется ну по крайней мере заслуженное место уделяется такой методологической ошибке рекуррентной как злоупотребление параллельными местами вот это плохая методология плохая методология согласно моим принципам согласно принципам скажем так герменевтики интерпретации когда я проявляю герменевтика никого отношения не имеет к Гадамеру герменской Хайдегеру или герменской никакого я просто в традиционном греческом смысле это искусство интерпретации герменевтика герменевтику надо отличать философских фрагментов я отмечаю от текстологии которая предварительно устанавливает текст хотя они конечно находятся в диалектическом взаимодействии потому что устанавливать текст не понимая что ты устанавливаешь конечно невозможно тем не менее там есть свои особенности и герменевтика философских цитат сохраняя философских фрагментов она имеет свою специфику но один из моих фундаментальных принципов это то что интерпретация фрагмента во первых она должна быть целостной она должна быть целостной целостной она не должна быть частичной она не должна она должна объяснять все внутри этой цитаты она не должна объяснять часть понимаете и то есть несколько есть пунктов но важно также то что она должна быть имманентной то есть когда сначала вы занимаетесь формальным анализом интерпретируете тоже после установления собственно текста, разбора разночтений, вы интерпретируете на грамматическом уровне, синтаксическом уровне, постепенно как бы увеличивая количество этих кругов. И потом, когда вы переходите собственно уже, должна быть формальная интерпретация, после которой уже идет и собственно философская интерпретация, она изначально не должна опираться в принципе ни на какие параллельные места. Потому что параллельные места, ну с одной стороны параллельные места, друзья мои, это хлеб филолога, классика, с древних времен. Понятно, лексикограф занимается этим, это задание лексикограф, собирает сходные места, объединяет их в группы значений, различает значения там и так далее. Но интерпретация философского текста, и особенно ни в коем случае она не должна быть основана на параллельных местах из поэзии. Вот это самая плохая методология, и, к сожалению, примеров, это очень много печальных. Тот же самый, почему фрагменты Анаксимандра понимали неправильно, и до сих пор в большинстве источников, которые вы откроете в литературе, вы найдете там абсолютно фантастическое толкование фрагмента Анаксимандра, никакого отношения к Анаксимандру, который не имеет. И оно все восходит либо к Хейгеру, либо к Бернетту. Даже толкование XIX века, докритическое якобы, оно было ближе к истине. Там неправильно считался этот фрагмент религиозным или связанным с каким-то орфизмом. Так называемый орфизм, он вообще там на сто лет позже Анаксимандра. И от какого орфизма Анаксимандр, конечно, не мог зависеть. Там какой-то моральной вине вещей, это абсурдно. Даже ионийские физики, им даже в голову ничего подобного вообще приходить не могло. Самое главное, интерпретация, то, что в свое время, в принципе, ничего нового я не говорил. Принцип Аристарха Замосского, как надо было объяснять Гомера. Хомера и Тухомеру с цифемицией. Надо объяснять Гомера, исходя из Гомера. Понимаете? Когда ни в коем случае нельзя, сплошь и рядом мы видим ошибочные интерпретации, основанное на том, что кому-то показалось, что тут говорится то же самое, что в другом месте. Вот это нельзя. Только когда интерпретация, как бы вот маэфтическим таким способом, она рождается из самого текста, только после этого вы можете приводить параллели. Говорить, смотрите, вот это еще мы видим рефлексы тут, тут и тут. Но не до, не до. Например, ошибка, грандиозная ошибка Мансфеда и Руни, в их семитомных этих Айтиана, то, что они неправильно определили жанр мнений философов. Почему? Они опирались, это типично для Мансфеда тоже, на параллельное место. Какое-то место в топике Аристотеля, место интересное. Но совершенно нет никаких оснований считать, что дошедший до нас трактат мнений философов, так называемый дексографический, на самом деле непонятно, что такое дексография, если долго разбираться. В действительности, как я показываю, это учебник физики. Эта книга – учебник физики. Почему? Потому что, когда мы определяем жанр какого-то сочинения, мы должны читать, во-первых, что говорит нам автор. Мы должны слушать автора. Автор нам говорит с самого начала, что он собирается, то он фюсикон парадосой логой, намереваясь преподать парадосой физическую теорию или науку о природе. Фюсикос логос – это терминология Посейдония, первого века до нашей эры. Так называлась часть физики, историческая, которая занимается природой. Был логос фюсикос. Был, наверное, еще там логос политикос, эфикос, понимаете? Вот. Масфель и Руни этого не поняли. Они ошибочно переводили парадосы им, как передавать мнение и так далее. Но опираясь на какое-то что-то, что Аристотель говорит в топике, и совершенно в другой связи, вот вообще говоря, в связи своей теории диалектики. Аристотель говорит там о том, как надо… А, он говорит о том, как надо выбирать протасис. То есть, как выбирать посылки диалектического силогизма. Вот что он говорит. И он говорит, по мнению Масфель и Руни, якобы, именно вот эта речь идет о том, что надо составлять сборники каких-то мнений, располагая их, якобы, какая-то диарис. Это все выдумки. Ничего этого нет. То, что нас дошло, это учебник физики, который дошел в ужасном виде. Потому что в изначальном виде там были определения. Определение, что есть природа, что есть Бог. Были авторские определения. И потом было перечисление мнений разных философов и философских школ. Вот это его изначальная форма. Масфель и Руни, у которых неоднократно я встречаю такое неадекватное чтение греческого, которое тоже указывает на проблемы с пониманием греческого, поскольку они неправильно поняли это парадосы. И они основали на этом все. Вот это семь томов абсолютно вводящих читателей в заблуждение. Это такое вот по-английски называется seeing faces in the clouds. Видеть лица, рассматривать лица в облаках. Что там? Они видят какие-то диагрессии. Ничего этого нет. Это просто исковерканный учебник физики до нас дошел, который, скорее всего, мог оригинал его принадлежать одному из какому-то отцу церкви, христианскому апологету. Судя тоже по каким-то микросхолиям, которые отражают христианскую точку зрения, которые там сохранились, но который участвовал в этой грандиозной интеллектуальной битве первых веков нашей эры между эллинскими платониками и христианскими апологетами, которые защищали новую веру от нападений язычников, начиная с Кельса, Порфирия и всех этих платоников. Отцов церкви, христианских апологетов, их интересовали главным образом противоречия. И они читали эту доксографию, цитировали его, потому что они показывали, как греки друг другу противоречат. Если они противоречат, то они лгут. Да, и тем самым апологеты и христианские авторы, они согласны, потому что у них истина одна, это Слово Божие. Вот такая была полемика. Естественно, владелец этой архетипа, рукописи, он выбрасывал догматические определения, ему они были не нужны, мало того, они были вредны для его цели, потому что догматические определения, которые были в учебнике, они как раз показывают, что у греков были противоречия, было и какое-то согласие. В учебнике четко говорилось, что есть, я не знаю, какой состав Солнца, что есть Млечный Путь, что есть Тот. Потом цитировались мнения. Короче говоря, вы видите, как подвела эта методология это ошибка злоупотребления параллельными местами, без того, чтобы исходить и определять жанр текста на основании слов самого автора, подставлять. Фактически это подтасовка. Понимаете? Эта подтасовка происходит. И то, что говорит Аристотель, совершенно в другой связи никак не может служить для определения жанра вот этого трактата. Вот это ошибка злоупотребления параллельных мест. С другой стороны, конечно, я не отрицаю. Параллельные места, на них основана мексикография. И после того, как удовлетворительная импретация дана, тогда очень полезно собирать разные... Тогда, кстати, вот эти параллели, они будут адекватными, потому что мы точно будем знать, у нас не будет этого релятивизма, мы точно будем знать, вот оригинал, и вот мы сразу будем понимать, что часть параллельных мест вообще не является параллельными местами. Потому что ложная... На чем основана эта ложная интерпретация Ноксимандра с каким-то там постановлениями Хронуса? Вот. На чем? На ложной аналогии, там тоже, с параллельным местом, а именно с Элегией Солома. Вернер Йегер, когда он писал свою... Это он продолжил свою теологию раннегреческих философов в 30-е годы, она вышла в церковь, я точно сейчас не помню, это неважно. Вот. Он основал свою интерпретацию вот этого фрагмента Ноксимандра Б1 на якобы параллели с местом Солона, где Солон, вообще говоря, Солон, он говорит о своем великом деле, который он сделал. Законодатель. Он освободил, упразднил долговое рабство. И он говорит о том будущем, он упоминает о Хроносе, он говорит, что смысл такой, текстиком, до слова, сейчас я не воспроизвожу, вообще, говорит, это моралистический топос. Понимаете? Огромное количество текстов можно собрать из поэзии, не только из поэзии, среди афоризмов и просто в языке. По-русски мы говорим, время покажет, кто прав. Потому что время, правда, все минуется, только правда останется и так далее. Салон говорит, что правильность вот того, что он сделал, его политических действий всего, это все будет ясно эндике хрону. Суде времени. Вы понимаете, у Анаксимандра речь идет о материальных процессах, о самообразовании, каких-то возникновения физических тел, их распада. А у Салона речь и ее тематика вообще политическая и моральная и оправдание его действий. Там совершенно уместен, в поэзии уместен персонифицированный хронус. Это время. Оно выступает как судья, который покажет, что он был прав. Выдержит проверкой времени. Какая связь? Никакой. Как можно сравнивать? Как можно? И я привожу это вам еще тоже почему. Потому что это сплошь и ряд. Это не единичный пример. Такая же ошибка в случае с так называемым Аперуно-Наксимандра. И это впервые ошибку допустил Чарльз Канн. Может быть, кто-то еще до него. И сплошь и рядом. И по-прежнему вы находите. Сплошь и рядом вы это находите. Что Аперон якобы... Я уже не говорю о том, что этот субстатив среднего рода это не термин Аксимандра, это термин Аристотель. А Аксимандр говорил, безусловно, об Аперос в бесконечной природе. Это был атрибут. Это не было автопредикативной бесконечности. Пифагорейское понятие, платоновское. И никакого отношения к физике не имеет. Так у Анаксимандра вот это плохая методология. Читать, интерпретировать и читать греческие философские тексты на основании поэтического узуса. Якобы... Да, берется Гомеровское, что у Гомера есть прилагательное Аперон. И оно применяется обычно применительно к земле и к морю. Море, оно как бы Аперон. И что вот якобы это тоже псевдоисторический эволюционизм здесь вступает в дело. Это другая ложная установка. Как бы все должно развиваться там якобы от простого к сложному и так далее. Якобы у Гомера Аперон это не значит бесконечно. И как вот тоже такие соображения здравого смысла. Каким образом в VI веке могло быть понятие бесконечности очень сложное. Должно быть что-то... Сначала должно быть что-то конечное, потом бесконечное. Не может быть сразу. Вот у атомистов да, у них была бесконечность, у Ноксимандра нет. Друзья мои, это абсолютно несостоятельно. И это было грамотно. Это вообще придумали изначально люди, которые ничего не слышали о теории научной революции. Это еще до Куна. Это люди, которые мыслили вот категориями такого эволюционизма, что развитие науки это всегда аккумуляция знаний постепенно, по шагам. это все восходит какие-то позитивистские такие представления девятнадцатого века. В наши дни в истории науки историки серьезные историки науки они не только считают это исключением, они считают научной революцией нормой. Изменения происходят очень часто. Есть какие-то бывают какие-то постепенные добавления, какие-то мелочи, уточнения. Но мы наблюдаем просто смену парадигмы. Когда происходит смена парадигмы, такой смены парадигмы, как в шестом веке для нашей эры вообще не было никогда. Потому что старая мифопоэтическая картина мира была отправлена в архив. И милецы создали абсолютно новую космологию с бесконечной вселенной, бесчисленными планетными системами вроде нашей. Конечно, там было понятие бесконечности, там было фундаментальным. И именно пространственное, именно количественное бесконечности. Это значение засвидетельствовало в ионийской прозе пятого века. Самое ранненькое есть у Анакса Горда. Конечно, Анаксимандру потребовал это точно так же. Нет, под видом такого историзма Анаксимандру приписывали и продолжают приписывать платоновско-пифагорейское понятие тоаперин как чего-то неопределенного. Такое значение нигде его в текстах нет. Оно есть у платоников, оно есть у пифагорейцев, поскольку именно у пифагорейцев связали материю с тоапером ионийским. и только в пифагорейзме аперин могло означать неопределенную перес в смысле какой-то формы. Вы видите, какая-то плохая методология. У Гомера якобы аперина это означает непроходимый, конец которого нельзя дойти. И якобы Анаксимандру то же самое. Кто сказал? Почему? Кучу других примеров я привожу. Все мифологические имена, если они появляются богов в текстах ранних философов, они не имеют того референциального значения, которое они имеют в поэзии. Олимп, например, упоминался у пифагорейцев, он означал фермамент, он означал крайнюю сферу неподвижных звезд и так далее. Но это не гора Фессалии, как у поэтов. Аид мы видим, у Эмпидокла это вообще означает подлунный воздух, а вовсе не подземный. Все референциальные значения, даже мифологических имен, у греческих философов другие, поэтому греческая философия, греческие философские тексты, они отделены пропастью от мифопоэтической картины мира и от языка Гомера, Гесиода и так далее. Бывают какие-то действительно схождения, бывают исключения особенно в ионийском диалекте и в гомеровском языке иногда есть общие элементы, которые их роднят на лексическом уровне. Но, конечно, эта методология абсолютно негодная. Абсолютно негодная читать греческие тексты через узус поэтический поэтических текстов. И часто этим занимаются дилетанты. И люди, которые просто неспособны, они не видят, они видят греческие слова, они не понимают, что эти слова стилистические, они вообще никогда даже рядом не могли стоять. дилетанты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok